Гранты сдаются, пограничник. Отлавливают. Попросили прокомментировать новость, связанную с подстрелом российского гражданина. Навстречу американской мечте. Я еду из холодной Москвы, кстати, еще не декабрь. Уже минус три. В Мексику. Потому что видео из Мексики очень популярно на нашем канале. Набирает всегда больше тысячи просмотров. Люди хотят знать, что там происходит. Прямо в настоящее время. Ну и почему бы не съездить? У меня там дайверское оборудование. На Юкатан, в Плай-дель-Кармен. Я ныряю. 1933 года. Представляете, ребята, таким рулем управлять? А это Пежо. 1937 год. Форд. 1927 год. Генри Форд его разрабатывал. Сам лично принимал участие. Интересно придумал в аэропорту Дома-Деда. 29-й год. Привет, друзья, я в Канкун. Здравствуй, Мексика. О Канкуне, о въезде для граждан СНГ. В этом аэропорту уже просто ходят такие слухи. Обросло все легендами. Разберемся, друзья. Попросили прокомментировать новость, связанную с подстрелом российского гражданина Евгения Глушенко на границе США, штата Резона, Мексика. Он ранен, доставлен в больницу. Возбуждено дело. Будет расследование. Этот парень год, по-моему, назад также пытался эмигрировать в Мексику нелегально, не через официальный контрольный пропускной пункт, а перепрыгнул через забор, там куда-то бежал, его также поймали. Отсидел 6 месяцев в эмиграционном лагере, был депортирован. Не знаю, кто ребят ему посоветовал такой путь. Тем более, второй раз с ним была девушка, которая беременна. Ее бы точно отпустили, но максимум подержали бы 3-4 дня в распределительном центре при границе и дальше оказалась бы уже на свободе. Не рекомендую вам повторять чужие ошибки. Если планируете, то только официально, только легально, при наличии кейса и реальных оснований на подачу. В Мексике очередь 460 человек на сегодняшний день. Сегодня 2 декабря. Отслеживайте наши новости и я с удовольствием поделюсь с вами всем тем, что происходит здесь, в Мексике, на границе. Всем удачи, пока!